Словами не передать, как всё комьюнити доты ожидало второй Иммортал Трэжер. Буквально каждый второй пост на реддите был посвящён этой теме. Делались мемы, писались жалобы, в общем, игроки ждали с нетерпением. И вот второй Иммортал Трэжер уже в доте, но игроки вновь недовольны. Снова все форумы забиты жалобами и недовольством, причём как русскоговорящие, так и зарубежные. Даже на моей стене в ВК, где сидят достаточно добрые и терпеливые дотеры, мы сошлись во мнении, что второй Иммортал Трэжер в целом является говном. Тут как бы итоги голосования говорят сами за себя, поэтому усаживайтесь поудобней, наливайте себе чайку, ведь мы сейчас будем разбираться во всей сложившейся ситуации. А также пройдёмся по интересным фактам, связанным с этими Имморталками. В общем, давайте приступим. Открывает наш, так сказать, туп классический факт, который встречается в каждом ролике про Иммортал Трэжеры. Речь, разумеется, идёт о том, что буквально все Имморталки из этой сокровищницы являются дополнением к более старым Имморталкам, которые выходили в прошлые годы. Поэтому давайте же смотреть, что тут к чему. Начнём по порядку, со Свена. Его новый шлем является официальным дополнением к его шикарному Иммортал Мечу из 2017, а также к щиту из 2015. Приписка Виджил в каждой шмотке ясно даёт понять, что эти вещи из одного сета. Более того, каждая шмотка меняет свой скилл. Таким образом, новый шлем меняет ульт, меч меняет визуальный эффект пассивки, ну а щит меняет третий скилл. Остаётся последняя шмотка до полного комплекта, который будет менять его стан. Думаю, она будет занимать слот плеч или спины, ибо остальные слоты уже заняты Имморталками. Следующим у нас идёт Магнус. Его шлем является дополнением к его старинной Имморталке 2015, которая представляет из себя огромный молот и меняет его шоквейв. До полного Иммортал сета Магнусу ещё долго, так что идём дальше. Слардар. Его шлем является очевидным дополнением к его прошлогодним плечам, а также к его дубине 2015 года. Плечи меняют первый скилл, дубина меняет второй скилл, ну а новый шлем меняет ульт. Получается, что Слардару, так же как и Свену, остаётся всего одна Имморталка до полного комплекта изменённых скиллов. Она должна надеваться в слот рук, ибо остальные слоты заняты. Ну а менять она будет, конечно же, баш. Думаю, сет получится очень крутым, ибо он уже шикарно выглядит. Дальше идёт Тролль. Его плечи явно дополняют его Иммортал Топоры 2017-го. Больше Имморталок у него нет, поэтому идём дальше. Вич Доктор. Тут уже ситуация посложнее. Его новый посох является не совсем очевидным дополнением к его Иммортал Маске 2018-го и Обезьянке из 2015-го. Обезьянка меняет первый скилл, новый посох меняет второй скилл, ну а Маска меняет третий скилл. Итого, Вич Доктору тоже остаётся всего одна Имморталка до полного сета, которая должна менять его ульт. Полагаю, она либо займёт слот самого Варда, либо же слот Плеч. Скорее всего, Плеч, ибо Имморталка ведь должна быть внешне надета на персонажа. А если она займёт слот Варда, то её будет видно только во время ульта. Дальше идёт Сайленсер. Его щит продолжает стилистику его Иммортал Глефа из 2018-го и его Иммортал Шлема из 2016-го. Опять же, его новый щит меняет первый скилл, его Глефа меняет второй скилл, ну а шлем меняет третий скилл. Ему тоже остаётся всего одна Имморталка до полного комплекта, которая будет менять его ульт и займёт слот либо брони, либо же руки. У Джакера такая же ситуация. Его новые крылья являются почти одним целым с его двумя Иммортал Головами, которые меняют его первый и второй скилл. Крылья же меняют ульт, а это значит, что остаётся ещё одна шмотка в слот Хвоста, которая будет менять ему Ликвид Файр. Ну и последняя шмотка, это супер редкая спина на Урсу, которая вроде как является дополнением к очень старой Имморталке 2014-го года, которая представляет из себя вот такие вот блинки. Проблема в том, что они не меняют ни один скилл, поэтому сложно сказать, из одного они сета или нет. Под сетовой гамме вроде бы подходит, но и на этом спасибо. Ну и давайте подведём итог. Свен, Слардар, Вичдоктор, Сайленсер и Джакира. Эти герои в ближайшем будущем получат свои последние Имморталки, которые закончат их Иммортал-комплект. И из этого всего вытекает следующий неприятный факт. Смотрите, что из этого получилось. Почти все Имморталки сами по себе выглядят очень нелепо. Само собой, Valve делали их с расчётом на прошлые Имморталки, мол, они будут очень круто смотреться вместе, получится целый сет и всё такое. Но проблема в том, что в Доте как бы есть игроки, у которых, например, нет старых Имморталок. Они, например, играют в Дот во всего второй год и покупают Баттл Пасс и получают вот эти новые Имморталки, которые сами по себе смотрятся, ну, очень слабо и нелепо. Например, этот шлем на Свена словно вообще вырезали из какой-то другой игры. Он весь такой блестящий, золотой, графонистый. А смотришь на то, что ниже шлема и видишь просто синий кусок мыла. Иначе говоря, почти все шмотки из этого сундука не самодостаточны. Без прошлогодних Имморталок они смотрятся максимально неуместно. Будто, знаете, взяли старинный сарай, который состоит из говна и палок и уже вот-вот развалится. И вместо того, чтобы его подчинить или построить новый, ему пристраивают супер красивый второй этаж. Понимаете аналогию? Сарай — это старая модель героя, а красивый второй этаж — это Имморталка. Без переделанных моделей или остальных Имморталок они совершенно не смотрятся. Исключением можно назвать только разве что щит Саленсера и крылья Джакира. Они нормально выглядят и сами по себе. И если что, это не я все придумал. Это реальное мнение игроков. И если вы думаете, что игрокам нельзя угодить и они всегда будут недовольны, то вспомните прошлые Иммортал Трежеры. С ними вообще не было никаких проблем. А тут, как говорится, вкусно поел. Спасибо, Габин. Однако же, чтобы не заканчивать это место на совсем негативной ноте, большинство игроков отметили, что измененные эффекты скиллов выглядят очень даже красиво, несмотря на внешний вид самой шмотки. Пишите в комменты, какие Имморталки вам понравились, если таковые вообще есть. Следующий факт касается суперредкой шмотки на Урсу. Она на самом деле получилась очень однозначной, кому-то она понравилась, а кто-то посчитал, что это чистейший бред и совсем не подходит стилистике Доты. Сам же я считаю, что эта шмотка не хорошая, не плохая. Она просто какая-то странная. Модель самого Медвежонка как-то стилистически не подходит Доте. Он какой-то слишком детский, что ли, как игрушечный. Не знаю, как это объяснить, короче. Ну, а сам факт как раз и касается всей этой мультяшности. Все дело в том, что сама эта концепция большого медведя, который таскает на себе Медвежонка, скорее всего является отсылкой к мультфильму «Братец Медвежонок». Тут как бы по одной только обложке можно это понять. Плюс у этой Имморталки есть одна очень незаметная деталь, которую вы теперь не сможете развидеть. Просто посмотрите, как выглядит анимация первого скилла. А именно сам кувырок. Вроде бы ничего такого, но если мы сильно замедлим Доту, то увидим, насколько плохо сделана анимация этой Имморталки. Я прям даже объяснить не могу, что именно здесь происходит. Но я точно знаю, что так быть не должно. Плюс я еще не могу не заметить, что эффект на земле от этой Имморталки очень похож на эффект Арканы Шейкера. Ну вот, сравните сами. Ну и последний странный момент насчет этой Имморталки это то, что вместе с ней в комплекте идет насмешка на Урсу, которая вышла в прошлом году и выдавалась аж за 563 уровень Баттл Пасса. Зачем это сделано, спросите вы? А за тем, что Валвы еще и переделали эту насмешку. Когда мы ее активируем с надетым медвежонком, он тоже начнет хлопать этими тарелками. Достойное изменение, согласитесь. Следующий интересный факт связан с Имморталкой Магнуса. Не знаю, заметили вы или нет, но Валвы слегка перестарались с яркостью эффекта его ульты. Она реально слишком сильно бросается в глаза по сравнению с дефолтной ультой. И, разумеется, данный факт не смог оказаться незамеченным от комьюнити. И привело это к тому, что некоторые умники додумались в матче ходить и спамить отмены ульты Магнуса. И тут небольшая пауза. Людям с эпилепсией настоятельно рекомендую отойти от экрана, ибо сейчас будут яркие моргания экрана. Ну, а выглядит это вот так. И стоит ли говорить, что это дико отвлекает от игры всех окружающих игроков, ведь этот эффект видит союзная команда и вражеская. Мало того, что теперь не разберешь, когда полностью ульту это когда-то... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok